Федеральный проект «Городская среда» преобразил парки и дворы округа. Здесь появились пешеходные зоны. Итоги работы программы и предстоящие планы по благоустройству обсудил Общественный совет проекта в Люберецкой администрации. Но прежде официальные гости прогулялись по новым тропинкам Центрального парка. У Центрального парка началась новая благоустроенная жизнь. Проект «Городская среда» пришел сюда в 2017 году. Благодаря ему люберчане гуляют по вымощенным тротуарной плиткой дорожкам, отдыхают на новых лавочках и любуются на ухоженные клумбы, пока дети штурмуют современную детскую площадку. С большим наслаждением ходим сюда каждый вечер с ребеночком маленьким. И всегда говорим спасибо, кто это все устроил. Чисто и как-то все более организованно. Раньше эти тропинки были, народ где хочет, там и ходит. Сейчас как-то уже стало покультурнее. Намного интереснее. Это еще не все. В этом году парк украсит фонтан стоимостью почти в 50 миллионов рублей. Его установка уже началась. Работу застали члены Общественного совета проекта «Городская среда». Когда мы начинали делать центральный парк, одна из просьб было сделать действительно большой, огромный фонтан. Этого хотели все жители. Мы вышли на этот фонтан только в этом году, потому что это сооружение очень серьезное, но связано с переносом коммуникации. Это газ, кабели и так далее. То есть и теплотрасса. Обсуждение реализации проекта продолжилось уже в деловом формате в администрации. В его рамках за последние четыре года в округе привели в порядок 305 дворовых территорий. Их обустраивают так, чтобы провести время с удовольствием здесь могли жители всех возрастов и предпочтений. Для малышей – игровые городки, для тех, кто постарше – современные спортивные площадки. «Мы комплексно подходим. Если двор, то это и подъезды, это двор, детские площадки. И желательно, это возможно, это капитальный ремонт дома. Эта территория играет совершенно по-другому ощущение, что ты зашел в какой-то новый микрорайон». Еще больше люберчан будут смотреть из своих окон на благоустроенные полисадники. В этом году приведут в порядок 68 дворов. Продолжат наводить лоск на общественных территориях. Скоро с комфортом получится отдохнуть на Малаховском озере. Работы планируются грандиозные. «Предусмотрено три этапа. Это и проектирование входной зоны, это правый берег от самого озера и, соответственно, третий этап – левый берег. Но мы также проговаривали о неком четвертом этапе, потому что озеро упирается в Раменский городской округ. И четвертый этап, хорошо бы было благоустроить подходы к озеру со стороны городского округа Раменского. Тогда бы был это законченный объект». Кроме того, преобразится пешеходная зона на звуковой. Здесь проведут дополнительное озеленение, обустроят места для отдыха. Смирновскую тоже благоустроят. В перспективе в округе появится 15 рекреационных зон. Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.